Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет видео, собираемся вместе с вами. Я хочу сделать макияж самой бюджетной косметикой, которая только есть у меня в арсенале. А также я покажу вам, как сделать объемную прическу-укладку при помощи вот такого чудо-устройства. От марки Дини у меня две тональных основы. Взяла сразу две, чтобы не промазать в оттенке. Всегда можно смешать и добиться нужного. Вначале попробую наносить пальчиками, а потом уже кистью. У тональной основы очень приятный аромат. Мягко ложится, распределяется хорошо, ложится ровно, достаточно легко растушевывается. Она хорошо выравнивает тон кожи, но если вы хотите скрыть недостатки, не используя при этом консилер или корректор, то лучше похлопывающими движениями пройтись повторно. Именно по тем местам, которые нужно перекрыть более тщательно. Следующий продукт это пудра для лица, матирующая. Написано, что до 12 часов. У нее прикольная упаковочка. Буду использовать большую широкую кисть. Пудра также уже могу сказать, что очень даже неплохо фиксирует макияж и отлично матирует. Переходим к теням. Тени у меня в трех оттенках. И мне также очень понравилась упаковочка. Посмотрите, вот такие вот маленькие однушки. Открываем и снизу еще кисточка. Не то чтобы кисточка, а маленький спонжик и зеркальце. Посмотрите, там малюсенькое зеркальце. Не знаю, насколько удобно его использовать, ни разу с ним не красилось, но его присутствие радует. Беру вначале светлый, немного-немного шиммерный оттенок и наношу на все подвижное веко. Очень маленькая ножка у этого спонжика. Не очень удобно ее держать, особенно если у вас длинные ногти. Но за неимением, к примеру, кисти вы всегда можете ею воспользоваться. Этот же оттенок совсем немножко нанесу сразу под бровь. Немножечко совсем тени пылят, но не критично. В складку века я буду наносить матовый оттенок под номером 02. Мне кажется, вот такие вот дневные оттенки сейчас мне подойдут идеально. Да, мне нравится, что эти тени можно наслаивать, и наслаивание идет очень даже неплохо. И, кстати, могу сказать, что вот этот матовый оттенок пылит намного меньше. В последнее время вы часто мне пишите о том, что я прямо глобально перехожу на более дорогую, люксовую косметику. Поэтому вот я с удовольствием решила протестировать бюджетную. И я уже сама забыла, что бюджетная косметика может быть очень даже неплохой. Верхнее веко подчеркну подводкой. Я люблю подводки. И в виде фломастеров больше всего. Ложится легко, ложится хорошо. Цвет жгуче черный. Тушь у меня с вот такой синей крышечкой. Посмотрите, какая щеточка. Она полностью пластиковая. С одной стороны ворсинки более короткие, с другой длинные. Подчищаем все ватной палочкой. Обязательно дождитесь, когда тушь подсохнет. Никогда не вытирайте ватной палочкой влажную тушь с века. Когда она подсохнет, вы буквально вот так вот одним движением ее снимете. И ваши тени останутся на месте. К сожалению, не могу сказать ничего по поводу того, как долго она вам прослужит. Я ее использую буквально третий или четвертый раз. Пока могу сказать только то, что она очень красиво разделяет, подкручивает и не осыпается. У меня не осыпалось ни разу. К сожалению, у марки Дини я не обнаружила бронзера. Поэтому буду использовать свой оттенок теней под номером 07. Я буду использовать в качестве хайлайтера при помощи вот такой вот пушистой кисти. Легкое естественное сияние. Помад я набрала целых 6 штук. Они все отличаются. Вот эти глянцевые, вот эти матовые. А вот эти такой стандартный формат. Но что мне очень понравилось? У них в крышечках, я думала, это просто для красоты. Но нет, эта штучка открывается, выкручивается. И в ней внутри бальзам. Бальзам или блеск, даже не знаю. С очень приятным ароматом. И оттенки тоже очень прикольные. Можно наносить как поверх этих помад, так и самостоятельно. И вот сейчас я буду наносить именно вот этот оттенок самостоятельно. Потому что мне очень нравится, как он смотрится на губах. Волосы у меня уже практически сухие. Что мне и нужно было для того, чтобы протестировать новую вот такую вот щетку. И так как она работает достаточно шумно, как фен, то дальше звук я буду накладывать сверху на картинку. У мощного воздушного стайлера Remington Keratin Protect 3 насадки. 2 вращающихся щетки и 3 для создания прикорневого объема. Ее я покажу чуть позже. Первая термощетка со смешанными щетинками диаметром 50 мм. А вторая с мягкими щетинками и диаметром 40 мм. Для удобства в использовании щетки вращаются в обе стороны и волосы не спутываются. Также имеется два режима нагрева и режим подачи холодного воздуха. Еще один плюс в том, что его покрытие пропитано кератином и миндальным маслом для красивых здоровых волос. Перед использованием подсушите волосы процентов, ну, приблизительно на 80. У меня волосы подсохли сами, пока я делала макияж. Ну, а если у вас мало времени, то подсушите их феном. Использовать стайлер достаточно легко. Я прочесываю прядь от корней, протягиваю щетку вниз и обворачиваю кончики вокруг нее. Нажимаю кнопку для вращения в нужном мне направлении и отпускаю ее у корней. Через секунд 7-10, в зависимости от толщины прядки, нажимаю на кнопку с вращением в обратную сторону, выпуская прядь. Вот таким образом я подсушиваю прядь за прядью. Мне нравится, что воздух проходит через отверстие в насадке и прядь подсушивается равномерно. Держать одной рукой его удобно, хоть кисть у меня и небольшая. Переживала, что не смогу самостоятельно подкрутить прядь на затылке, но все оказалось намного проще, чем я думала. Я выбрала насадку с мягкими щетинками. Она одновременно сглаживает волосы, придавая им блеск, придает аккуратный объем и подкручивает кончики. Я использую первый режим нагрева, так как мои волосы, к сожалению, сейчас сухие и немного ломкие. Температура первая щадящая и при этом поток воздуха достаточно сильный для того, чтобы быстро подсушить локон. Стайлер не тяжелый, но, признаюсь честно, под конец укладки рука немного устала. Не больше, чем при создании локонов плойкой, но тут все зависит от густоты волос и количества прядей. Посмотрите, волосы объемные, гладкие и более блестящие, чем после сушки обычным феном и можно приступать к прикорневому объему. Беру третью насадку, она из пластика с крупными зубчиками и круглыми отверстиями для подачи воздуха. Зубчики сверху округлые и при сушке приятно массирует кожу головы. Тут уже совсем все просто. Приподнимаем прикорневую часть волос и объем появляется словно сам собой. Завершаю укладку я подачей холодного воздуха для лучшей фиксации объема. При первом использовании я потратила на укладку около 40 минут. Привыкала, приспосабливалась и сейчас мне хватает 20-25. Я очень довольна результатом, так как мои волосы сами по себе очень тонкие и совершенно не держат объем. А благодаря воздушному стайлеру объем есть, очень заметный объем. И продержался он полдня без каких-либо фиксаций лаком. Буду продолжать экспериментировать. Хочется попробовать, какой будет объем, если нанести на влажные волосы, к примеру, пенку для объема. Обязательно напишите в комментариях, как вам результат. А я желаю вам хорошего настроения и только положительных эмоций. Всем до скорой встречи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!